Добрый вечер, уважаемые слушатели! Добрый вечер! В эфире Финам ФМ Бизнес Класс. Меня зовут Олег Дмитриев, и как всегда в это время мы с вами разговариваем на интересные нам темы. Ну, интересные прежде всего с точки зрения построения этой самой бизнес-модели, этого самого бизнеса. Как он работает, как он деньги приносит, что в конечном итоге, наверное, самое главное. Итак, тема сегодняшнего эфира – кондитерский бизнес в России. И как зарабатывают на сладостях те, кто умеет это делать. И в гостях у меня как раз эти самые люди, умеющие это делать. Гости сегодня – Карина Миловидова, директор кондитерского бутика от Кутюр Кейкс. Правильно я прочел, да? Совершенно верно. Карина, добрый вечер. И Григорий Кочетков, генеральный директор сети булочных кондитерских «Бонтарт». Добрый вечер. Добрый вечер. Уважаемые слушатели, я напомню для вас, присоединяйтесь к нашему разговору. Для этого у вас есть возможности следующие. Телефон прямого эфира, телефон студии 6510-99,6, код Москвы 495. Также вы можете воспользоваться интернет-ресурсом. Сайт компании finam.fm. Пишите, спрашивайте, делитесь собственными наблюдениями. Ну, а мы начнем нашу беседу. Итак, кондитерский бизнес в России. Кондитерский бизнес. Давайте вот откуда начнем. Карин, очень интересно, Григорий, очень интересно, как вас занесло в эти пенаты? Как, да, сформироваться? По большой любви. По большой любви. Не хочу показаться некорректным, но я так допускаю, да, особенно из уст девочки, что по большой любви я очень любила сладкое, да, очень любила. Совершенно верно. Это так, да, очень часто ездила за рубеж, собирала огромный архив фото с красивыми, в красивые места ходила, очень много кондитерских, естественно, посещали. И накопился определенный архив, очень хотелось реализовать каким-то образом себя и свой потенциал, очень долго отбудумывали идеи для бизнеса. В результате остановились на мечте, на вкусной, и решили открыть свой кондитерский онлайн-бутик. В будущем мы, конечно, планируем уже переходить в офлайн. В офлайн. То есть сейчас об онлайн идет? Сейчас онлайн. Это важная деталь, у меня не было, к сожалению, в названии этого, это очень важно. Так, так. Сейчас онлайн, и в принципе мы производим эксклюзивные продукты кондитерские. Ручные, ручные сборки. Ручной работы, совершенно точно, да. Из самых качественных продуктов, и очень стараемся держать очень высокую марку, ориентируемся на европейские тенденции, стилизацию красивую, делаем очень красивый декор, стараемся привить очень высокий вкус нашей местной публики. Говорит, само за себя, я понял. Хорошо, Глюна, а ты? У тебя как получилось это делать? На самом деле, я бывший адвокат. Так, хорошее начало. Работал в коллегии адвокатов, и в один определенный момент, когда как раз пришлось уже выбирать, делать свой выбор, я понял, что это не мое. Извините, пожалуйста, по поводу выбора всегда очень интересно мне слышать разные истории. Выбор между чем и чем у тебя стоял, и кто его, собственно, в жизнь поставил? Ну, я думаю, то, что не жизнь, на самом деле... Ну, смотри, у тебя, я так предположу, да, поправь, если что, у тебя есть некое юридическое образование, да, потом ты, естественно, закончив высшее учебное заведение, пошел, да, там, практиковаться и пошел работать. Ну, какой-то момент, ты понимаешь, да, это не мое. Не мое. Это не мое. То есть очень было много разных судов, был опыт, который дал мне просто понять то, что на самом деле... Это не мое. Да, бюрократия и... Ну, ладно, бог с ней с бюрократией. Хотя, я так понимаю, да, куда бы мы с вами не обратились, да, 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 родную, любимую отечественную бюрократию мы все равно на своем месте увидим. Ну, так вот, по поводу выбора, смотри, ты понимаешь, что это не твое, и говоришь, мне надо чем-то другим заниматься. Вот так звучал вопрос. Или, или ты все время вынашивал, да, то есть между, ну, условно говоря, между заседаниями суда, да, ты ходил в ближайшую кондитерскую, да, и... Вот бы мне бы такое... Подхлоплялся. Да, 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 да. Вот бы мне такую историю. Не, на самом деле получилось все так, то, что мне показалось то, что я не очень, очень хорошо управляю людьми. Я не знаю, правда. Ну, и что, главное, что тебе это показалось. Да, да, да. Еще бы неплохо, да, Карина, чтобы это людям, тем, которым ты управляешь, тоже показалось. И, на самом деле, мне было не важно, чем управлять, а было важно просто управлять и как это делать. То есть для меня было важно организовать определенную цепочку, определенное ядро и кольца вокруг ядра, которые будут вращаться и, естественно, как бы приносить прибыль, и эта машина будет запущена работать. Идея именно кондитерского бизнеса меня не посещала, моя девушка. Так получилось, то, что она была просто больна рестораторским бизнесом, и она вот просто, ну, не могла, вот, не могу сидеть в офисе, хочу кафе. Получилось так, то, что я ее просто в определенный момент поддержал, понял, что это, на самом деле, перспективно. Наш сегмент, он в Москве, а в России-то вообще он не занят вообще никаким образом. И те сетевые компании, которые есть, это только 30% от того, что мы можем видеть на Западе. Вот, и я понял, что, да, можем работать, можно применять самореализовываться и применять какие-то навыки, которыми я обладаю. Свою нишу занял ты, в общем. Ну, я, тем не менее, да, подытожу, вот смотрите, в какой-то степени, ну, и, наверное, в этом есть сермяжная правда жизни, как говорили классики, да, в какой-то степени все равно у нас некая судьба, да, за руку берет определенный момент и говорит, ребят, вот этим надо заниматься тебе, ну, что ты бьешься там с этими, понимаешь, ты гражданским правом занимался, да? Да, в общем, гражданским, а так, как бы, если дальше эти, то семейное, трудовое... Я понял, ну, неважно, неважно, да, вот что ты бьешь головой стенку, ну, видишь, никак оно не идет. Даймись вот, тем более, в твоем случае девушка тебя, да, на пучесины направила, да, у Карины немножко другая история, но, опять-таки, да. Но все равно, да, судьба ставит свои точки, где... Да, и, наверное, если вы со мной согласитесь, я так думаю, что успешность бизнеса во многом зависит именно от того, каким образом ты туда пришел, да, пришел ли ты, ну, я не... Безусловно, своя заинтересованность, если есть, если есть влюбленность в свое дело, то все замечательно пойдет. То есть сначала все-таки, да, вот здесь внутри что-то должно случиться, а потом появляется бизнес-план, потом появляются навыки какие-то, умения, реализация их, да, и мы в конечном итоге приходим. Это даже получается так, то, что доходит до такого определенного момента, когда ты не можешь не делать. Вот, вот. Может, даже, имею опыт, да, разговора в разных ситуациях, мы разговаривали на телевидении и на радио тоже, получалось так, то, что, ну, как бы, людей надо отговорить этим заниматься на самом деле. Это как у Толстого, по-моему, да, если можешь не писать, не пиши, не пиши. Да, да, если вы можете сидеть в офисе, если вы можете работать, как это сейчас в кавычках, скажу на дядю, лучше работать. Потому что свой бизнес, это другая жизнь совсем. Другая жизнь, если вы туда с головой окунаетесь, все, вы пропадаете, и очень зря все думают, то, что, имея свой бизнес, вы не работаете на дядю. Вы именно тот дядя, который работает на дядю. Многие, я так думаю, да, Карин, думают, вообще, имея свой бизнес, ты, в принципе, не работаешь. Вообще не работаешь. Я очень хорошо помню, Валентин Юдашкин, если не ошибаюсь, все время сказал, что, когда я открывал свое ателье, я думал, что это шаг к свободе. Но оказалось, что это совершенно не так, я с 7 до 22 у себя, это реально, это реально. Не спишь, абсолютно времени своего нет, абсолютно полностью посвящен. Поэтому нужно быть по-любому готовым, потому что, если начинается свой бизнес, это не на 5 минут, это не на час, это не на 8 часов рабочих. Возьми часовой рабочий тоже ничего подобного не будет. Забавно. Особенно в начале. Даже если ты физически, да, какие-то перерывы для себя делаешь, все равно у тебя мозгу здесь все время свербит. Что надо делать, что не так, что как дальше, как туда. Я уж не говорю о том, что сейчас мы живем в 21 веке, у нас есть и мобильный телефон, вот, видишь, пришел на эфир, у него этот планшет, да, и помимо того, нет, это нормально, кстати. Да, помимо того, что... Бизнес диктует свои правила. Во-во-во, то есть ни на секунду невозможно оторваться. С одной стороны, это удобство вроде бы, да, а с другой стороны, это вот такая зависимость, вечная зависимость от того... Зависимость есть, но она в определенной степени, конечно же, приятна. Оправданно, конечно. Да. Об этом и речь. С одной стороны, это зависимость для кого-то, она, вот, в напряг, что называют, она напрягает, и ты переезжаешь по этому. А в этом случае, вот, я почему начал именно с этого, что, да... Ну, как раз получалось так, то, что в напряг было сидеть в офисе, и когда за тебя принимают решение, распределяют так, сегодня это дело, завтра это, все так, ты знаешь, что будет завтра, но вот в своем бизнесе ты никогда не знаешь, что будет завтра. Ну, здесь тоже тонкий момент, да, с одной стороны, я знаю, ну, условно говоря, знаю, что будет завтра, то есть появляется некое ощущение стабильности, да, завтра будет это, послезавтра это, там зарплата недалеко, вроде бы, да, через неделю. То есть, если вы готовы, если вы готовы, как бы... Этим пожертвовать, да, пожертвовать? Пожертвовать надо начинать, и здесь, конечно, получается так, то, что ваши сотрудники, все ваши ребята, которые на вас работают, они все ждут, конечно, от вас, они верят в вас. Вы же как у руля находитесь, как капитан, поэтому любое твое действие все ликуют, либо наоборот. Либо наоборот, да, здесь, наверное, тоже очень легко, мы, кстати, об этом сегодня обязательно поговорим, да, кто вас окружает, вас как рулевых этого самого бизнеса, и здесь главное не потерять чувство штурвала, да, если человек видит, что у штурвала достойный кандидат, да, тогда он с удовольствием, наверное, все приказы, да, да, конечно, а если все это как-то в его глазах, по крайней мере, не уверенно, да, Очень скоро, очень скоро, да, он сойдет на ближайшие остановки и, не дай бог, что прихватит собой. Ну да ладно, спасибо вам, значит, сейчас мы прервемся, послушаем новости на Финам.ФМ, а потом продолжим. Ну что ж, друзья, давайте продолжим наш эфир, в эфире бизнес-класс, меня зовут Олег Дмитриев, а в гостях сегодня у меня Карина Миловидова, директор кондитерского бутика от Кутюр Кейкс, и Григорий Кочетков, генеральный директор сети булочных кондитерских, Бон Тарт. Говорим мы, как вы прекрасно догадались, наверное, говорим мы о кондитерском бизнесе в России, о том, как он, собственно, себя чувствует. Так что же это за бизнес такой? С чем связан кондитерский бизнес, Карина? В первую очередь, наверное, для нас, по крайней мере, со стремлением создать очень качественный продукт, который будет интересен и будет нравиться потребителю. Это основная цель, и если на это ориентироваться, то, в принципе, мне кажется, будет и фидбэк от покупателя, будет в дальнейшем рост и развитие. Но изначально, безусловно, это сфера потребления, это ориентация на рынок тех людей, кому вы продаете товар. Поэтому ориентироваться на свои вкусы, наверное, здесь бессмысленно, здесь необходимо понимать. А вот нет парадокса, смотри, когда ты рассказывала, как ты пришла в этот бизнес, ты начала с того, что тебе очень все это дело нравилось самой, потом ты была за рубежом и посещала определенного рода заведения, где тоже, соответственно, перенимал какой-то опыт. Это, прежде всего, понравилось тебе, потом ты говоришь, дай-ка я приеду в Россию и предложу моим неискушенным согражданам. Наверное, да. Я имела в виду не ориентироваться на свой вкус. Бывают люди, которые четко совершенно знают. Я люблю шоколадные торты. Все, больше ничего не люблю. Я именно в этом плане говорю то, что даже если мне что-то конкретно не нравится по вкусовым каким-то предпочтениям, тем не менее... Это не значит, что это плохо. Это не значит, что я должна от этого отказываться и обрезать спрос покупателя. Я не имею на это права, потому что в любом случае я работаю на кого-то. Я работаю не на себя, не на свои предпочтения. И то есть хорошо это или плохо, все-таки в конечном итоге покупатель должен решить, правильно? Он диктует, безусловно, иначе ничего не получится. Да, если он это активно покупает, значит, это, наверное, все-таки хорошо. Конечно, конечно. Несмотря ни на то, что я могу при своем мнении остаться, правильно? Мы остаемся по-любому. Единственное, в чем мы диктуем, это стиль подачи и, по сути, то качество, которое мы предлагаем. Вот это наш диктат, да. Мы, безусловно, за это отвечаем. Мы берем на себя ответственность. Мы выпускаем определенный продукт, который будет нравиться не 100%, но определенную свою нишу, безусловно, мы занимаем. Вот, кстати, по поводу ниш, Григорий, смотри. Мы говорили о том, что есть некий рынок кондитерского бизнеса в России. И там есть и какие-то крупные, наверняка, игроки есть, более скромные. Я так понимаю, вы все-таки, да, поскольку... Средний. Да, средний, но к тому, что... Малый бизнес, малый бизнес, да. Да, но это нормально, это нормально. Потому что мы как раз встречаемся с вашими коллегами в этой студии, представителем малого и среднего бизнеса. Так вот, вы ориентированы на какие-то, да, сегменты этого самого рынка, и поэтому занимаете, так сказать, вот эту нишу. Я бы... Как выглядит вот весь набор этих игроков? Почему мы выбрали эту вообще отрасль, да? Я бы сказал то, что где-то, наверное, до 2000 года была такая политика, то, что есть 6-8 крупных кондитерских фабрик. Вот и они и есть, этот самый кондитерский рынок. Есть этот тот рынок, у них есть свой рынок сбыта, да, какие-то точки розничной торговли и все. С приходом и поддержкой от государства малого иного бизнеса начали появляться какие-то хоумэйд, какие-то маленькие пекарни. Начал подниматься малый и средний бизнес, и начали открываться какие-то маленькие ресторанчики, кафе, где тоже дают свою продукцию. Я бы просто разделил то, что есть ритейл-магазины, которые не продают свою продукцию, они просто продают как раз вот изделия фабрик. Есть домашние пекарни или просто пекарни, которые открыли свое производство и реализуют его через интернет, но не через ритейл, не в оффлайне. А есть компании, которые занимают как раз и онлайн, и оффлайн, и плюс поддерживают ритейл, хорику, и начинают затрагивать большие гипермаркеты, играть на большом уровне, стараться играть. Мелкие, да, пока еще мелкие компании, но которые рассматривают весь спектр рынка. Да, вот мы как раз начинали с того, что мы были ритейл-магазином, ритейл-кондитер, и все, хочу оговориться, это все кондитерский бизнес, это все кондитерский, и что вы продаете через онлайн в интернете, что вы продаете в оффлайн, но не свое. Это все можно назвать и отнести к кондитерскому бизнесу. Мы начинали с того, что это был ритейл-магазин, мы сотрудничали с хорошими компаниями, которые нам поставляли хорошую продукцию, но мы поняли, что они ограничивают нас, ограничивают нашего потребителя, и мы хотим играть на чем-то новом, играть на интересах, чтобы наши клиенты сразу приходили и могли как бы влиять на предложение. Ну, то, о чем Карина говорила, да? Да, да, да. Правильно я понимаю, извини, пожалуйста, смотри, если мы говорим о вот ключевых игроках, о больших кондитерских фабриках, вот там как раз не наблюдается вот этой двусторонней связи, как правило, да? Они навязывают то, что считают нужным. Правильно это да? По сути, они производят товар общего потребления, действительно. Предложение рождается просто, а тут наоборот. А тут наоборот. По сути, им даже, я бы сказала, больше диктует потребитель, нежели нам, поскольку, когда поставляешь в сети, там есть четкий совершенно регламент, необходимое количество, необходимые объемы, при больших объемах невозможно сделать ручную работу. Помимо этого, другие уже траты идут на сырье. Это абсолютно другие расходы. Качество по-любому уходит немножечко вниз. Ну правильно, да, на первое место маржа выходит, да, соответственно, качество уходит. Это рынок диктует свои законы по-любому. Даже есть прецеденты, когда человек начинает с домашней кондитерской, а потом в результате уходит в большой ритейл, просто потому что там больше денег, допустим, но он теряет на качестве данного момента. Ну это уже технологии, да, когда ты штучный товар пропускаешь, понятно, что ты сидишь и корпеть, что называется, над каждой деталькой. А когда уже пошел вал, когда пошел, да. Ну вот как раз задача создать холдинг, в котором... У тебя задача, да, сейчас? Да, 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 то есть вот как раз про ту систему управления, которую я хотел рассказать, да, и вообще с чего начало. То, что надо, ну, я считаю, да, вот как я это вижу, я создавал ядро, это большое производство, вокруг которого как раз вращаются онлайн-магазины, свои точки рынка, рынок сбыта свой, оффлайн, ритейл, да, вот этот вот, другие компании, которые тоже им нужен хороший поставщик качественной продукции. То есть смежники так называемые, да? Да, допустим, торты там на заказ, да, то есть как раз вот то, о чем Карина говорит, где в первую очередь идет на детали, на хороший декор и большие гипермаркеты. То есть вот задача создать, просто обеспечить и заинтересовать всех игроков нашего рынка. Ну это такая глобальная задача, потому что для того, чтобы ее реализовать, нужны, да, нужны ресурсы, нужное время. Чтобы висело что-то перед... Нет, это нормально, это нормально, совершенно верно. Ну, по сути, это очень правильная, кстати, структура, и мы для себя тоже так же обозначили, если мы начинали с домашней кондитерской, сейчас у нас свой цех, и мы реально уже заходим на большие объемы, в любом случае мы планируем оставить наше направление от кутюр для работы именно ручной, для индивидуальных заказов. То есть это будет некая, да, маленькая часть вашего бизнеса? Маленькая подразделение, совершенно верно, она приносит свой доход, безусловно, она должна осуществовать как флагман, а непосредственно впоследствии мы планируем отвести ритейл направление, отдельное направление под корпоративные заказы, потому что это тоже очень большой рынок, ну, и, в принципе, система очень схожа. Ну, это здорово, это здорово. Давай вернемся к этой системе, и так в центре некое производство. Да, ядро, которое обеспечивает. Вот это производство, оно откуда взялось? Оно взялось, а ты купил, да, свечной заводик в Самаре, ну, в данном случае кондитерский заводик, и у тебя пошло дело. Нет, нет, получилось, мы шли от обратного, то есть мы открыли просто на хорошем проходном месте, мы открыли кондитерскую, в которую приезжал каждое утро свежий хлеб, свежая выпечка с производства, не нашего. Вот, вот, то есть кондитерская, в данном случае, это просто магазин. Да, то есть это начиналось именно с этого, потом мы подключили сайт, через который начали принимать корпоративные и заказы на торты, на какую-то индивидуальную более. Все это адресовали опять, ну, то есть не сами это делали, по-прежнему не сами, производство, вот что ты начал, да? Мы открылись год назад, то есть проект запустился ровно 12 февраля, вот, и прошло где-то 3-4 месяца, когда мы поняли, что мы ограничены предложением от крупных поставщиков. То есть потому что, вроде бы, да, опять нелогично, насколько я, да, Карин, смотри, то есть я получаю заказы, да, мне говорят, сделай вот это, вот это, вот это, вот это, а сделать я это не могу, потому что я переадресовываю это кому-то, а там говорят, ну, ребята. Потери большие, это именно материальные. Поэтому мы решили сразу же, спустя там 3-4 месяца, открыть свой цех, открыли на юг-западе и начали там размещать. Это сложно, кстати, открыть свой цех. Куда проще, нежели чем открыть ритейл, аренду куда ниже. Открыть ритейл, объясни, что такое? Магазин. Грубо говоря, да. Розничный магазин, да? Да, кондитерскую на проходном месте, вот. То есть это сделать сложнее. Я считаю, это сложнее. У тебя другое мнение? Ну, я считаю, что цех это достаточно сложно, именно с точки зрения норм, с точки зрения помещения. Очень сложно найти помещение. То есть не каждое помещение подойдет, да, с точки зрения СЭС. Абсолютно точно, есть определенная норма СЭС, и все это очень жестко. Нет, я соглашусь, безусловно. Это тяжело, да. Очень сложно и очень нужно хорошо подобрать оборудование, четко его разместить. То есть, в принципе, я бы сказала, что под все нормы вписаться просто, в принципе, невозможно. Я это неоднократно здесь слышал, кстати. Один из ваших коллег, гость этой студии, да, ну, как бы, неважно, да, о каком бизнесе, вот мы разговаривали об этом. Он говорит, ну, у него есть возможность сравнения, говорит, в Британии, вот, да, в частности, в Лондоне, гораздо проще. Потому что там есть правила, их не так много, в принципе, да, но и вот правила соблюдаешь, и на 100% это реально. И все, и у тебя нет проблем. Могу сказать, за Германию несколько лет в Германии жила. Там очень легко, даже с точки зрения открытия ИП. Ты приходишь в финансовое министерство, просто пишешь виды деятельности, которые тебе необходимы. И сразу, в тот же момент, ты получаешь на руки удостоверение. Есть определенные финансовые консультанты, юридические консультанты, с ними заключаются, да. Договора на обслуживание, и все, и идет уже процесс. Здесь, в Москве, мы столкнулись с тем, что 30% нашего времени на начальной стадии было именно на сертификацию, на договоренности с СЭСами и так далее, и тому подобное. Это очень большое расходование и средств, и времени. И времени, конечно. И потом, логично, да, что человек, который затевает дело, он стремится начать, а возможности такое не получается. Сейчас еще раз новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья мои, продолжаем. Жду музыку все время, никак не среагирую. Итак, мы продолжаем наш эфир. Кондитерский бизнес в России, тема сегодняшней программы, как зарабатывают знающие люди на сладостях. Ну, хотя, все-таки, кондитерский бизнес, если правильно, да, быть корректным, это не всегда сладости. Не всегда, да. Ну, да ладно. Итак, кондитерский бизнес в России, как он выглядит. В гостях сегодня, я еще раз напомню, Карина Миловидова, директор кондитерского бутика от Кутюр Кейкс, и Григорий Кочетков, генеральный директор сети булочных кондитерских Бон Тарт. Уважаемые слушатели, напомню и для вас на всякий случай. Телефон в студии 6510-99,6, код Москвы 495 и сайт компании finam.fm. Ну что ж, мы, на самом деле, да, так увлеченно достаточно разговариваем, подошли к, на мой взгляд, достаточно важным моментам о том, как структурируется бизнес, да, как он строится. Вот мы сейчас за эфиром пообщались, да, и Карина, и Григорий пришли к тому, что, в принципе, да, модель, бизнес-модель, они похожие у них, но подошли они с разных сторон, с разных углов, что называется. Вот, это очень важно, и, конечно, меня будет интересовать вот то, о чем мы тоже, значит, с вами говорить, как бизнес строится в России, то есть специфика российской действительности, как она влияет, ну, вопрос исторический, конечно, как она влияет, как вы боретесь скорее, да, с этой российской действительностью, как справляетесь с этим, причем важно всегда, смотрите, вот ваши коллеги, опять я вспомню, приходят сюда и говорят, нет, все равно я в России останусь, я буду здесь делать бизнес, но это же сложно. По сравнению с Германией, с Британией, да с кем угодно там есть. Сложно, сложно. Это сложно, но я останусь здесь. Тем не менее, материально здесь, конечно, это более выгодно. Допустим, если сравнить... То есть потенциальная доходность бизнеса здесь... Потенциальная возможность, да, в Европе и здесь, это очень большая разница. Именно поэтому сюда экспаты очень многие приезжают и работают, именно потому что здесь гораздо более привлекательные. Они, кстати, конкурент составляют вам, нет? Или они не умеют? Да, есть, есть, конечно. Но они же не знают, что такое бублик. Они же никогда не смогут сделать нормальный бублик. А? Или баранку. Ну ладно. Все равно рынок настолько большой, и он настолько... Всем хватает места. Да, всем хватает места, и, в принципе, сейчас очень большая тенденция идет. Огромное количество ярмарок, которые проходят. Очень много людей, молодых, которые представляют свою продукцию, и абсолютно без... Вот мне кажется, наше поколение было более скромным. Ну ладно, ты... Потому что я серьезно... Сидит молодая девушка, наше поколение. Тем не менее, вот сейчас ребята 20-18 лет, они у себя что-то делают, они не боятся, делают свой какой-нибудь левый сайт, но тем не менее... Замутить. Замутить по-взрослому. И при этом они очень-очень здорово продвигаются, потому что нету страха. Ну, кстати, вот это... Это важно, наверное, да, Григорий? Смотри. Действительно, я вспоминаю, извини уж, я... Нет, нет, сто процентов. Некорректно ты это высказал. Я вспоминаю, да, мое поколение, мое поколение. Это было все-таки достаточно давно, и тогда интернета, может быть, кстати, по этой причине интернета не было вообще сначала, а потом он был, да, очень и очень, так сказать, недоступен, ну, для большинства случаев, недоступен. И, конечно, затевая новое дело, всегда ты, да, перед очень какой-то такой, ну, глобальной проблемой вставал, потому что, действительно, это связано с тем, помимо того, что это всю жизнь твою поменяет, да, но это связано с решением огромного количества каких-то вопросов, порой просто нерешаемых даже, да. То есть надо все руками, 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 все физически... А сейчас вот, да, с присутствием интернета именно, да? Да, действительно. Что такое сделать дело? Это, значит, как минимум, да, создать сайт, некую площадку, оформить ее грамотно, найти спрос, там, вывесить телефончик, и там уже дальше... Достаточно быстро. Продажи в онлайн уходят, ну, наверное, у них где-то, вот я так смотрел статистику, 300% идет уход в онлайн. Ну, сейчас, видишь, вся жизнь же, да, в интернет перемещается. Да, да, да. Потребитель переходит, очень мало уже осталось, даже средний возраст повышается, там, если раньше 18-летние ребята сидели, то сейчас 35-40 лет люди абсолютно адекватно пользуются. Буквально год назад мы, вот у меня здесь были представители крупного ритейл-магазина, да, они говорят, у нас интернет-продажи все-таки сейчас оффлайн у нас на первом месте, интернет, мы, конечно, развиваем, я говорю, почему? Ну, по разным причинам, в том числе и ментальность, да, еще все-таки, вот молодежь, она, как бы, кнопочки умеет нажимать и говорит, ну, пусть мне привезут, да, через интернет закажу. А люди следующего возраста, да, они еще к этому, а сейчас и они там уже, для них это нормально. Просто есть разные потребители, есть новаторы и... Это не потребители новаторов? Да, да, да. Это кто? Новаторы, это как раз те, кто уходит в онлайн, и через приложение, через легкодоступные, да, операции, они могут и оплачивать сразу же, и ждать через полтора часа к тебе приедет свежий торт, вот, то как раз к чему мы стремимся, да, их зацепить. А за новаторами уже идет основной рынок, именно основной потребитель, который подтягивает. Григорий, сейчас продолжим, вот вопросы пошли для вас в интернете, и забавно такое, я вот его прочел, сейчас пока это расскажу, такая у меня какая-то ностальгия появилась. Это, кстати, вот к разговору о том, что где там, да, как за бугром все. И смотрите, вот Иван так еще формулирует, я читаю. Жил в Австрии четыре месяца. Каждое утро в шесть утра у офиса открывалась кондитерская. Продавали кофе и булочки. Все коллеги, да и вообще все, кто работал в офисе, ходили туда. Выручка колоссальная. Ну, Иван так оценивает, я думаю, у него не было. Бухгалтерской отчетности в руках, ну, в любом случае, да, предположить можно. Понятно, подок, конечно, людей. Ну, и вообще вот эта вот вся эта фраза, которую я прочел, она мне лично картину такую, да, благостную создала. Вот этот запах кофе, булочки свежие. Да, ну, это европейская тема. Вот, 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 это европейская тема. Это европейская тема, то же самое, когда в Берлине жила. Точно так же сама с утра ходила за кофе. Смотри, смотри, Карин, и дальше, это еще не все. Вернулся в Москву, пишет Иван, и офигел. Извините, да. Да, я, собственно, ничего не вычеркивал, как есть. Цены на кофе и выпечку в два раза выше. Качество в два раза хуже. Народу в два раза меньше. Что мешает открыть нормальную кондицию кухонных офисных точек и начать продажу там? Нигде не видел такой вещи. Вот, я так понимаю, разводит руками Иван. Ну, как минимум, в целом согласны вы, да, вот? Согласен, конечно. Теперь смотрите, вот у меня вторая часть. Ну, по поводу первой мы с вами поностальгировали, это замечательно. А вторая часть, смотрите. Цены на кофе и выпечку в два раза выше. Это правда? Да, абсолютно. Аренда очень высокая. Качество, вот-вот, вот-вот, я сейчас, мы сейчас прямо с вами структурно все это разберем. Два раза выше. Качество в два раза хуже, народу в два раза меньше. Вот давайте. Опять же экономия. Вот, давайте. Цены на кофе и выпечку в два раза выше. Это действительно так? Почему? Арендные ставки очень высокие. То есть для того, чтобы быть рентабельным вам, вы должны перекладывать ваши расходы на плечи потребителя. В оффлайне все в два раза дешевле. Сейчас об оффлайне говорим. То есть у вас бешеные арендные ставки. Да. Я правильно понимаю. Ну, я не могу сказать за себя, что бешеные. Мы были, ну, как бы нам повезло. Мы нашли достаточно... А скажи, пожалуй, как это выглядит, это повезло. Повезло, ну, допустим... Ну, то есть у тебя связи где-то в мэрии есть? Нет, нет, нет. Это просто через знакомых получилось так, что мы нашли очень хорошее помещение, специализированное, подготовленное, уже со всеми разрешениями. И это находится достаточно далеко от Москвы, так скажем. Но, тем не менее, безусловно, это позволит. Тут идет речь о производственном помещении, которому... Оно не должно быть приедет с одного конца, естественно. Никто не говорит о кофейне. Кофейня за границей Московской области — это идиотизм. Хотя, может быть, там местное что-то пойдет. Это забавно было бы. То есть я пришел на... Может быть, еще дойдем, да. Я так понимаю, о чем говорит наш слушатель. Это как раз о том, что его разочаровало, что в Москве именно на проходных местах не стоит определенное количество... Ну, во-первых, смотри, его разочаровало, что цены выше. Но мы, я так понимаю, вы оправдались. Почему цены? Потому что вы, значит, не можете... Либо будете работать себе в убыток просто-напросто. Потому что расходы у вас с европейскими не сравнить. Хорошо. Ну, просто это еще... Все зависит от спроса. Что Америки, что в Париже. У них колоссальное количество на квартал, количество этих булочных. То есть у них спрос настолько велик. А, в этом смысле. То есть у них есть культура потребления. И в Париже, допустим, как раз где я заразился вообще этим делом тоже, да. Получилось так, что люди... Вы в одну булочную ходили, что ли? Видимо, туда, да. Видимо, в одну. Какая-то есть специальная булочная там. Вы мне тоже адресочек нашепнете, я съезжу. Люди ходят, они встречаются, завтракают, обедают, ужинают. Все на улице. У нас же это больше как времяпрепровождение. Ну, давайте так. А можно посетовать на следующее? Ну, я, конечно, не говорю о Париже в данной ситуации, но даже о Москве. Вот смотрите, мы сейчас живем, апрель месяц на дворе. У нас пятый месяц зимы. Пятый месяц. Хотела сказать об этом тоже, да. Февраль там какой был у нас там, сколько, 28 лет, 29 февраля. В прошлом году, мне кажется, вообще 9 месяцев было у нас зима. Ну, какая может быть на улице вот эта история? Конечно, это же отображается на желании потребителя. Вот, это все влияет на спрос. Поэтому зачастую люди с оффлайн-магазинов, именно с кофейной, уходят в интернет и либо начинают писать. Ну, то есть, я так понимаю, что в наших случаях, ну, если не решаемая задача, то очень сложно решаемая, да. Потому что вот у нас есть такие проблемы. Если мы говорим о рентабельности, вот у нас есть объективные основания, да. Почему мы не можем это сделать? Соответственно... Солнышко выходит, и люди сразу же начинают радоваться. Я в центре, да, у нас там холдинга есть, ну, стандартный ресторанчик. Естественно, летом там, как оно называется, терраса летняя. Я вам хочу сказать, еще снег этот, мартовский снег. Они уже начали эту террасу. Потому что они сами стремятся, да. Таким образом, они наверняка и повышают, естественно, да, количество потенциальной публики, да. Ну, и, я так понимаю, самим просто очень хочется. В Европе даже смешно иногда на курортах, на лыжных замечательно наблюдать, когда в лютый мороз, тем не менее, все на улице замечательно, с кружечками стоят с удовольствием. У нас нет культуры такой, у нас непривычные люди. Но я надо воспитывать, и я думаю, что просто это ввиду того, что вот как раз... Нет предложений, конечно. А если, смотрите, ну, предположим, вот у нас там где-то на Тверской, в центре или еще где-то, в центре или еще где-то, да, вот сейчас можно по пальцам пересчитать подобные заведения. А если бы так случилось, что вот буквально через квартал, одна, вторая, третья, пятая, десятая, они бы закрылись через полгода или там через месяц, потому что никто бы туда не ходил. Часть закрылась бы. Или наоборот бы народ сказал, о, смотрите, как здорово, давайте мы будем. Ну, я думаю, то, что надо не только в центре делать. Там же в Европе суть в том, что и в спальниках, и везде это есть. И у нас просто ввиду того, что, да, там железный занавес, но я не буду говорить грубо, это все в Америке уже с 30-х, 40-х годов развиваются домашние булочные, свои пекарни, которые продают... Ну, и вообще интернет там раньше зародился, и все это движение было раньше. То есть мы только догоняем. И я думаю, то, что наступит тот момент, то, что мы догоним, и как раз рынок спроса будет настолько велик, что предложения сами посыпятся. И вот мы как раз с Кариной пересекались на одной из ярмарок, и можно было оценить, насколько вырос. Заинтересованность есть. Да, то есть очень... Это малый бизнес, и он растет. Ну, то есть это вопрос времени, да, если об этом сказать? Я думаю, да, поэтому считаю, что... Хорошо, ну и... Мне кажется, что еще есть другие факторы, помимо времени. У нас, извините, но негде гулять. Если в Париже первое, что ты делаешь, приезжая в город, ты выходишь на улицу и просто идешь. А у нас все запарковано машинами, невозможно пройти, невозможно поставить столики. Если кто-то хочет ставить столик, очень большие проблемы с управой. Соответственно, опять же, это все одно за другим тянется. Здесь не только потребитель, здесь общий климат. Экономический, просто внутригородской. Мы не готовы к такому, к сожалению. У нас тротуары очень узкие, нету специальных зон. У нас по пальцам пересчитать. Камергерский, да, где можно погулять. Арбат. Центр. Все, и это все центр, действительно. У нас нет готовой инфраструктуры пока, к сожалению. Но культура, безусловно, есть. И очень тянутся люди. Очень тянутся. Почему мы начали бизнес? Именно потому, что мы поняли, что заинтересованность появилась гораздо больше. Потребитель, он больше ищет качественного продукта. Есть тяга, есть необходимость. А мы можем сравнить? Ну, я вот, опять-таки, очень хотел бы, по крайней мере, да, что мы, как минимум, с этой точки зрения были похожи и на Европу, и на Штаты. Хотя бы с этой точки зрения. И, действительно, да, вот у потребителей есть такое желание. А справимся мы. Ну, вы, понятно, будете свое дело делать, и дай бог, чтобы у вас все получилось. Но есть вещи объективные, с которыми вы-то сражаться не можете. Ну, вот то, о чем ты говоришь. Инфраструктура у нас абсолютно не подходит для подобного времяпровождения. Да, стоят по всей Тверской, стоят эти огромные автобусы на тротуаре. Им там место отвели. И мы вот так вот идем между них, вот так пробираемся. Вы знаете, если выходить, действительно, с этими вопросами, если их, действительно, ставить четко, тогда все получится. Карин, я понял. Сейчас мы прервемся, послушаем новости, потом продолжим разговор. Ну, что ж, друзья мои, продолжим эфир. Как всегда, интересный разговор быстро заканчивается. Время, кстати, час пролетело вот так вот. Да, незаметно. Незаметно. 12 минут осталось, давайте продолжим общаться. Несколько вопросов еще есть, я на них попрошу вас ответить. Ну, я так понимаю, вот тот же самый Иван, как бы, Алла Верды, да, мы обсудили вот это его замечание по поводу подобных мероприятий в Австрии, в частности, ну, за границей. Вот он пишет, что не сказал бы, что в центре Вены аренда площадь ниже, чем в Москве. Но цена на большой кофе, 3 евро пишет, 3 евро, да, 120 рублей. А у нас почти 9, 350 рублей. Хотя уровень зарплат в разы у нас меньше. Ну, а уровень зарплат бог с ними, а вот. Ну, Иван совершенно правильно сказал то, что... А? Что это за кофе такой? Да, 350 рублей прям какая-то такая. Ну, может быть, какой-то один из самых премиум. Нет, у нас на самом деле 120-160, поэтому... Да, в среднем 170 до 200 рублей. Получается, все желания Ивана удовлетворены. Ждем Ивана. Ну, нормально, я думаю, он услышал, конечно, вас сегодня в эфире обязательно, обязательно, да, ваше заведение посетит. Хотя, да, мы не ставим такой целью, да, подрекламировать. Ну, вот видите, как бы мнение такое у него. Хорошо. Значит, давайте продолжим дальше и вернемся к разговорам вокруг того, как бизнес существует, как он строится. Да, вот по поводу онлайна, наверное, да, Карин? По поводу онлайн. Как выглядит, собственно, история, связанная с интернетом, ну, в частности, вот в вашем сегменте? То есть, что вы опять создаете некий сайт, да, у которого... Либо это сайт, либо это сейчас социальные сети очень сильно продвигаются. У нас изначально Фейсбук. То есть, некое сообщество, да, организуется. Сообщество, совершенно верно. И продвигается сайт, соответственно, появляются подписчики, размещается информация для возможности, да, контакта с потребителем. Ну, и принимается заказ, он обрабатывается и уже в дальнейшем, да, работает в офлайне, по сути. Ну, правда то, что вот подобный поиск клиентуры, поиск спроса, он в разы дешевле, если сравнивать с такой классической рекламой, да, размещение в средствах массовой информации каких-то, да, баннеров и так далее. Вы знаете, реклама в любом случае нужна, безусловно. То есть, это не одно и то же, да? Это не одно и то же, я бы не исключала ничего, если хотите действительно добиться определенных успехов и занять определенную нишу на рынке, то по-любому необходимо себя пиарить во всех направлениях, ничего себя не исключает. Но интернет сейчас, действительно, у нас более трех тысяч подписчиков сейчас. Это с 1 декабря мы запустили. Интересно, все они, все три тысячи подписчики, твои клиенты, дай бог, чтобы они живые, нет, все они твои клиенты. Я бы сказала, что процентов 30, это однозначно, да. Это хороший результат, да? Это очень хороший результат, и в любом случае, да, прогрессия, с которой мы получаем новых клиентов, это очень-очень здорово. То есть, мы вполне довольны, мы, тем не менее, хотим выходить, безусловно, в оффлайн, но онлайн на данный момент себя окупает. Facebook и сайт – это площадка, где проявляется лояльность ваших клиентов к вам. А реклама – это немного другое. Это способ приманивания и извлекания вашего клиента на эту площадку. И вы уже на Facebook и на сайте уже общаетесь со своим клиентом, выявляете его потребность, да, кто-то может написать там в комментариях, ой, нам там не понравилось, хотелось бы там чуть-чуть вправо, чуть-чуть влево. Вы это способ получить фидбэк. Реальная, горячая реакция такая. Да, 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 и уже в следующий раз, и себя корректировать, делать лучше. Это очень хороший, действительно, инструмент именно для общения с потребителем. Я понял. Сейчас мы об этом еще поговорим, давайте послушаем, у нас есть звонок, Денис на линии. Денис, добрый вечер, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Да, здравствуйте, я хотел вопрос задать гостям вашим. Вот с начала года, а не каких-то изменений, скажем, на рынке в плане себестоимости, скажем, то, что вот зерно и мука выросла, скажем, и в связи с этим рентабельность как-то упала, что-то они заметили в своей практике, нет? Спасибо, спасибо за вопрос. Ну, очевидно, да, поскольку вы с продуктами питания имеете дело, то, в конечном итоге, да, на ваши ценники все это оказывает очень большое влияние. Дело в том, что кондитерский бизнес изначально, чем очень сильно привлекателен, большая возможность наценки. То есть маржой, да, пресловутой маржой? Маржой хороший, да. Это, в принципе, повсеместно известный факт. Да? Вот, но поэтому по-любому, конечно же, вы закладываете определенные риски, да, на повышение стоимости сырья. Если вы имеете дело с оптовыми какими-то поставщиками, то, безусловно, вы по-любому экономите. Мы не ощутили на себе. Ну, то есть я правильно понимаю, вот эта величина маржи, она настолько значительна, что даже если рыночные изменения, да, ну, на рынке в целом, там, зерно подорожало, не урожай, там, оно прибавило в цене, для вас это... Ну, просто еще, ну, вот если вернуться к звонку, мука, это всего лишь 10% от того продукта, который выйдет в итоге. То есть, на самом деле, крем, да, там, Филадельфия, сыры, что-то еще, это куда больше занимает... Более расходность, да. То есть мука, это, на самом деле, не такую уж и большую роль играет. Ну, хорошо, а насколько динамичны в ценнике вот на то, что ты называл, да? Сейчас это крем, это какие-то еще... Ну, если взять за 100% выход продукта, то получится то, что крем займет 40%. 40%? Да, 40% от того, что надо будет потратить на продукт, на его выход. А мука, это будет 10%, поэтому если она, как бы, начинает расти... В цене, да? Это, ну, как бы, ну, 11-12, ну, как бы, не сильно. Я понял. Хорошо, ответили на вопрос. Григорий, давай мы вернемся в онлайн-вещание, да, как, собственно, видишь ты вот эту вот историю, связанную с интернетом, как она помогает деньги зарабатывать? Ну, я, вот опыт, Карина, он один, у меня немного другой опыт, да, то есть мы основных своих клиентов, ввиду того, что мы находимся в центре, да, немного между третьим и садовым кольцом, мы своих основных клиентов и именно, да, больших таких крупных клиентов корпоративных мы получили за счет того, что они что-то попробовали у нас, рассказали, и это оп-оп-оп, и дошло до нужных рук, которые потом уже... Да, то есть мы именно основу получаем с этого. В онлайн у нас уже идет подкрепление, то есть мы можем что-то рассказать, что мы уже делали, показать наши работы, что-то, да, может быть, тематическое показать каждому празднику. Поэтому тут все-таки у нас получается так, что попробовав, люди начинают заказывать, потому что, ну, не могу сказать то, что для меня онлайн это 30%, вот, и в связи с этим мы начинаем его расширять, и сейчас вот тоже, да, запускаем... Ну, опять, стоит вспомнить, что ты-то начинал, да, по другой модели, ты шел, наоборот, из оффлайна в онлайн, да, а у Калины немножко с другой стороны, наоборот. Вот. Еще один вопрос, ну, по существу, может, даже мы на него уже ответили, я его прочту, сколько сил, ну, наверное, силы все-таки нематериальная такая величина, оценить сложно ведь этот параметр, а вот сколько сил и денег будет стоить выход на кондитерский рынок? Легко ли найти инвестора на данный, ну, и вот, может, не совсем корректно, наш слушатель называет это стартапом, стартапом. Очень правильно. Правильно, да? Да, очень правильно. Хорошо, подходит. Я бы сказал то, что, на самом деле, силы, это не так уж и важны. Главное собрать команду. Главное собрать деньги. Деньги. Ну, и, на самом деле, инвесторы начинают вас видеть, когда вы уже вышли с каким-то предложением на рынок. Тогда инвесторы начинают проявлять какой-то интерес, да, и начинают вкладывать или предлагать, вложить. Ну, смотри, когда у тебя есть какой-то готовый, пусть даже начальный результат, то есть не ты ищешь инвестора, а инвестор, да, предложение тебе. Чаще всего так происходит. Серьезно? То есть можно выйти с чем-то хотя бы, показать, заинтересовать инвестора, и тогда он уже придет. Очень сложно преподнести себя, не имея что-то уже на руках. Ну, это можно, но если сделать так, будет куда лучше, куда быстрее, результативнее. Результативнее. Более адресный поиск будет просто. Человек уже, вы сможете четко понять, что вот именно вы нужны именно конкретному данному человеку. Ну, и это, конечно, касается всего и дальнейших аренд, да, если вы развиваете сеть, то, сделав одну кондитерскую, да, на прохладном месте, люди начинают видеть, все начинают в онлайне видеть, как вы успешно, да, и успешно ли вы. И уже предлагают свои какие-то объекты, площадки, чтобы вы приходили, ярмарки. То есть арендодатель будет сам заинтересован, да, в том, чтобы вам предложить именно вам это помещение. Уверен, он уже видит, что есть. Потому что, да, это работающий бизнес. Рекомендация определенная, но очень хорошая. Залог. Рекомендации, да, но очень хорошие. Хорошо. Хорошо. Времени совсем мало, поэтому у меня последний вопрос будет, ну, на сегодняшний эфир, по крайней мере, к вам. Перспективы развития, как вы видите вообще, вот рынок кондитерский, ну, рынок того, чем вы занимаетесь в России, он необъятен, да, Карина, все-таки? Необъятен абсолютно. У нас очень мало предложений на данный момент на рынке. Неоднократно отмечалось, что и ритейловых точек очень мало, по сути. Непаханное поле. Непаханное поле. Да, и очень много желающих, насколько я сейчас понимаю. Желающих создать такой бизнес? Именно создать, да. Причем с нуля смелые ребята, которые готовы абсолютно четко заходить на рынок, делать свои предложения, достаточно качественные, интересные, очень индивидуальные. Поэтому вперед, дерзайте, 100% рынок есть, есть потребители. Извините, пожалуйста, мы это не обсудили, да, но это тоже, наверное, мне кажется, актуально. Вот есть, мы же говорим о Москве, мы говорим о Москве, ну, там, Московская область, может, там, Санкт-Петербург, а есть же огромная Россия, где вообще, да, очень часто... Это вообще. Это вообще. Темный лес. Это вообще, ну, то есть неохваченная территория настолько, да, что... Конечно, да, 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 да. Места хватит всем. Ну, сейчас вот, на самом деле, есть подписчики, которые, вот, на наши, да, группы, и мы видим, они тоже делятся какими-то своими интересными проектами, и получается то, что развивают... Это за пределами Москвы, ты имеешь в виду, да, 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 то есть там Владивосток, туда далеко совершенно, то есть все очень ребята молодцы начинают делать, дерзают, так что... Ну, как ты видишь перспективы-то? Я вижу... Согласен с Кариной, да? Ну, я уже сравнивал, да, то, что Европу и нас, мы только на 30% пока. В начале пути. Да, мы только начинаем, и я жду, что всплеска какого-то еще более ажиотажа, потому что людям нужно что-то такое. Сейчас только вот занимается, занимается это пламя. Заря. Да. А всплеск, кстати, вот от чего он произойдет? Изменится законодательство, отменят арендную ставку, я не знаю, подешевеет до нуля. Да, отрицательные чины, то же самое зерно, будут его раздавать нам. Что должно произойти? Только люди. Только люди. Только исключительно заинтересованность и желание. Изменится психология некая, да? В психологии ментал совершенно. Ну, просто надо видеть своего клиента. Если сейчас вашему клиенту там 20-25, то через 5 лет ему будет 30, потом 35, да, там дети. Его вкусы могут меняться, да? Могут меняться, вы можете подстраиваться, да? То есть если он живет уже с вами в голове в том, что на рынке есть уже такое предложение, его дети уже будут как бы существовать с этим фактом, и поэтому... Спасибо огромное, я даже вас представить, к сожалению, не успею, но как минимум Карина Миловидова, Григорий Кочетков. Спасибо большое, что нашли время. Уважаемые слушатели, спасибо за внимание, успехов в бизнесе. До свидания. Спасибо.